Богата на таланты славянская земля. И еще есть у нас немало замечательных педагогов, которые воспитывают ребят и помогают их творческому росту. И очень приятно, когда результаты их напряженного труда дают свои весомые плоды. Об этом мы расскажем в нашем следующем репортаже. Московский камерный оркестр времена года – это один из самых ярких коллективов. И очень важно, что он не только исполняет сочинения разных эпох и стилей, но и проводит большую работу с творческой молодежью. На одной сцене, и это сцена Малого театра Московской консерватории, встретились в заключительном гала-концерте проекта «Молодые дарования» юной таланты из ансамбля скрипачей «Экспромт» Славянской детской школы искусств и столичный камерный оркестр времена года под управлением заслуженного артиста России Владислава Булахова. Конечно, для славянских музыкантов это было яркое, незабываемое событие, к которому они усердно готовились и которого они очень ждали. Когда мы приехали в Москву, я думал только об одном – чтобы наш ансамбль сыграл лучше всех. Нас поставили на самое последнее выступление, в финал, как лучший коллектив. Когда мы выступили, нам очень громко аплодировали. Скрипка – удивительный инструмент, которому доступны самые тонкие музыкальные краски. Если ребята под руководством прекрасного педагога все лучше осваивают тонкости игры на скрипке, то им хочется продемонстрировать свое искусство настоящим ценителям музыки. Скрипку многие называют царицей музыки. Это необыкновенный инструмент. С помощью него можно передать эмоции, на него можно разговаривать, и уникальный инструмент. Мы очень долго репетировали, готовились. Мы даже занимались в поезде. Сразу с поезда нас заждали уже на сцене, на первую репетицию. Волновались ли мы? Конечно, волнение присутствовало. Для нас огромная честь была играть на одной из лучших сцен мира в малом зале Московской консерватории имени Чайковского. Играть с оркестром под руководством Владислава Игоревича Буахова. Родители юных музыкантов сопровождали своих детей в этой поездке, волновались за них. И когда все получилось в лучшем виде, им было очень радостно. Да, я очень рада, что мой ребенок занимается в этой музыкальной школе. Именно у преподавателя Марины Александровны Симоненко. Педагог очень сильный, ответственный, неравнодушный. Это было просто восхитительно, чудесно. Во-первых, это такая привилегия участвовать в Московской консерватории, в этом зале. Какие там восхитительные просто звуки. Вот сидеть и слушать — это просто одно удовольствие. Большая благодарность всему преподавательскому составу, сколько они вложили в детей. То есть, это было очень много проведено работы. И дети очень много, конечно, занимались. Труда было очень много. И все вместе преодолели это. Очень замечательно все было. Успешному выступлению ансамбля скрипачей «Экспром» в сопровождении Московского камерного оркестра времена года на галоконцерте предшествовала очень большая подготовительная работа. Это выбор репертуара, многочасовые репетиции, занятия с маэстро Булаховым, поведя связи, записи. Игра на скрипке приносит ребятам большое удовольствие. Их жизненный путь еще только начинается, у них все еще впереди. И очень хорошо, что им помогают настоящие профессионалы и просто добрые люди. Работа по воспитанию юных музыкантов будет продолжена. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».